Беспредельный авторитет Мансур. В этот раз в нашей постоянной рубрике мы расскажем об уже подзабытом авторитете, который был грозой барыг, точнее, предпринимателей и коммерсантов в середине 90-х. Речь пойдет о Сергеем Муратовичем Мсурове по кличке Мансур. Он запомнился воистину звериной жестокостью. Великий боксер пошел по кривой дорожке. Как только в Советском Союзе в 1987 году официально разрешили заниматься кооперацией, до этого так называемые цеховики работали нелегально и тоже подвергались дойке со стороны бандитских структур. Сергей Мамсуров, молодой и амбициозный, начал заниматься бизнесом. Причем на этом поприще у него получалось довольно таки неплохо. Но скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Мамсуров близко дружил с очень влиятельным в ту пору уголовным авторитетом Леонидом Завадским по кличке Бубновой Батя. Друзья стали работать вместе, Мамсуров организовал фирму СМОС, а Завадский обеспечивал ей силовую защиту. Фирма была по продаже компьютерной техники, одна из первых таких в Москве. Бизнес шел хорошо, хотя конкуренты и другие бандиты предпринимали наезды. Однако тогда в дело вступал Олег Каратаев, замечательный боксер, который сколотил крайне жесткую бригаду из молодых боксеров. Немного отступим от основного повествования в сторону и расскажем об Олеге Каратаеве. Он был одним из лучших боксеров мира в полутяжелом весе в середине 70-х, завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионатах Европы. А в 1992 году Каратаев стал даже вице-президентом Российской боксерской ассоциации. Но до этого он сошелся с криминалитетом. После окончания боксерской карьеры в 1977 году из-за драки с Игорем Щелоковым, сыном главы МВД Николая Щелокова, Олег Каратаев был арестован за нанесение тяжких телесных повреждений, хранение оружия и наркотиков. По приговору суда он провел в местах лишения свободы и пять лет. Многие считают, что обвинение было сфабриковано. В числе конфискованного оружия было мачете, которое Каратаеву подарил лично Фидель Кастро, восхищенный его боем, и несколько сувенирных пистолетных патронов. Каратаев также никогда не употреблял наркотики. В его квартире была обнаружена Анаша. В 1983 году его вновь арестовали и осудили за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений. Постепенно Каратаев оброс обширными связями в криминальном мире. Среди его знакомых числились такие знаменитые криминальные авторитеты, как Атарик Вантрешвили, Атарик, Вячеслав Иваньков, Япончик, Павел Захаров, Паша Цыруль, Александр Захаров, Шурик Захар. В принципе, Каратаев мог вырасти в такую же масштабную фигуру, как вышеперечисленные персонажи, но был убит в 1994 году киллером в США, в Бруклине.Леонид Завадский, криминальный авторитет. Но вернемся к Мансурову. Звереет от наркотиков. Мансур понял, что ему надо развиваться, и он создает свою бригаду. Завадский был недоволен этим, но так или иначе. Обк Мансура, кстати, КМС по борьбе, стала весьма заметной в столице. Для начала она обложила данью мелких палаточников. Дальше, больше. Мансур начинает крошевать вещевой рынок в спорткомплексе Динамо. При этом бандиты пытают руководителей рынка при каждом удобном случае. Потом авторитет учреждает охранную фирму Security Ford. Так его бригада легализовалась, но продолжает заниматься ракетом. Криминальный имидж Мансурова растет стремительно. Он теперь вхож в лучшие дома. И тут известный вор-сибиряк приглашает Мансурова на сходку в бутырке. Мансур как будто что-то почуял. Он отказался и не прогадал. Всю воровскую сходку накрыл милицейский спецназ и изрядно намял бока присутствовавшим. Но вскоре милиция Мансуров все-таки задерживает. По подозрению в вымогательстве. Вышел из сизы Мансуров через год, зато с гламурным погонялым серж московский. Отсидка только прибавила Мансурову веса в криминальном мире. Сам он вел себя крайне жестоко. Отрубал коммерсантам руки и ноги, к примеру. Да еще поцел на хмурого, на герыч. Как-то завадский на одной из гулянок братвы познакомил Мансура с элитной проституткой Татьяной Любимовой. Мансуров в нее влюбился и выкупил. Они стали жить вместе. Бывает и такое. А что касается давнего друга Леонида Завадского, то Мансуров как-то совсем охладевает к нему. Они часто ссорятся. Раздела чуть не дошло до войны их группировок. Но тогда, в 1994 году, как раз застрелили Олега Каратая. Мансур совместно с Завадским организует похороны. На время они вновь становятся друзьями. Но к 1994 году Мансур совсем звереет от наркотиков. Он уже требует от директоров рынка Динамо, чтобы они переписали фирму на его человека. Но те не дураки, обратились за помощью к грузинским ворам. Была назначена, как водится, стрелка. Но Мансур сумел убедить грузинских законников, что действует по понятиям. И те отдали ему одного из директоров рынка. Можно только догадываться, что с ним делал Мансур, но жизнь оставил. Правда, коммерсант отписал бандиту все свое имущество. Убил всех. 6 октября 1994 года Леонид Завадский заехал в гости к Мансуру со своей подругой. В процессе пьянки Мансур предложил Завадскому пройти с ним в комнату, что они и сделали. В комнате Мансур стал угрожать Завадскому, говорил, чтобы тот не лез в его криминальные дела. И называл конкретную сумму в миллионах, которую должен был ему Завадский. Тот не припомнил, чтобы он брал у Мансура такие большие деньги. А тот кричал, что за дружбу с таким криминальным авторитетом, положенцем, как Мансур, Завадский должен платить. Потом Мансур выхватил пистолет и приставил колбу бубнового батя. Затем Мансур распорядился трем членам бригады ехать с ним и Завадским на кладбище. Было это в третьем часу ночи. Завадского, как никак авторитетного лидера криминального мира, братва Мансура унизительно, пинками, запихала на заднее сиденье БМВ. Путь их лежал на Веденской кладбище. Когда подъехали к воротам кладбища, Мансур с Завадским вышли из машины. Мансур обнял Леонида и попросил прощения. Решили выпить за перемирие на могиле известного московского криминального авторитета Артура тюрьмы. Они уже почти распили бутылку, когда Мансур выхватил пистолет и выстрелил в Завадского. Тот закричал, что Мансуру теперь не жить. Криминальный авторитет Мансур приказал всем своим бойцам разрядить магазины своих пистолетов в бубнового батю. Те починились. После этого бандиты заехали на квартиру к Мансуру. Забрали оттуда подругу Завадского. Ее Мансур тоже застрелил. Милиция нашла и изуродованная пуля метела авторитета Леонида Завадского, и труп его сожительницы. Но выйти на Мансура милиционеры не успели. В новой квартире Мансура на Петровке, 19 делался ремонт. Вновь накачавшись наркотиками, Мансур избил архитектора, который делал дизайн-проект квартиры, и приковал его наручниками к батарее в ванной комнате. За архитектора заступилась Татьяна Любимова, но авторитет избил ее и тоже приковал рядом с архитектором. Затем велел братве вызвать проститутку. После секса она также была отправлена в ванную. Мансур, видимо, совсем уже спятивший от наркотиков, попытался топорно отвести подозрением в убийстве Завадского от себя. Ведь криминальный мир Москвы мог наказать его за беспредел. И тогда бандит вызвал к себе одного из сподвижников Завадского. Приехавший молодой парень был избит. Затем Мансур заставил его записать на камеру признание в том, что это он убил Завадского. После этого признания Мансур застрелил парня, а тело жег в камине. А в это время Татьяна сумела освободить руку из наручников при помощи шампуня и освободила архитектора. Они выпрыгнули из окна. Татьяна сломала ногу, а архитектор бросился на Петровку, 38, в соседний дом. Татьяну братва снова затащила в квартиру и стала бить. Подоспевшая милиция приказала Мансуру через дверь выйти издаться. Но тот лишь стал стрелять в сторону закрытой двери. Тогда был вызван спецназ, и через несколько часов отчаянной стрельбы и сноса двери Мансур был убит бойцом СОБРа. Татьяна Любимова умерла через несколько дней в реанимационном отделении. Продолжение следует... Продолжение следует...